Эй, йоу, гэй, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Anna Exession Edition. То есть, это игра Anna, но немного изменённая. Первую самую версию я не играл, поэтому я лучше начну с той, которая была более изменённой, более проработанной. Геймплейно, поэтому давайте начнём новую игру. И полетели. Игру, данную немного, поиграл. Наверное, где-то, так сказать, я до сих пор вспоминаю солнце, пробивающий сквозь деревья. А здесь отвратительный шрифт, очень отвратительный. А долгими часами ты слушала, как вызывают в горах ветер. Забывает. То есть, И, это В, и... Я надеюсь, что я забыл тебе навсегда. Я надеялся. Anna, любовь моя. Типа, видите, В и мягкий знак, это одна и та же буква. А Т и мягкий знак, это тоже почти одна и та же буква. Так, ну, в принципе, я играю без вертикальной синхронизации. Надеюсь, не сильно будет рвать. Я к ней сюда попал. Мне нужно что-то путешествовать в состоянии транса. Я должен узнать, почему продолжается видеть её во сне. Мне нужны ответы. Так, ну, короче, в чём суть игры? Это, так сказать, головоломка с элементами хоррора. Давайте так, я дойду до момента, до которого я уже играл, да? То есть, я буду просто вам рассказывать что-то. Тут есть текст, который нужно читать. Ну и вот так много. Ну ладно. С этим потом. Подождите, я кое-что забыл сделать. Так. Углубление в форме глаза, понимаете? Резьба, несмотря на простое, это искусство. Внутри что-то есть. А, вот почему я тогда тупил в жёстком. Так, нам нужен камень, который мы подобрали. Здесь взаимодействуется всё вместе друг с другом. Даже мы можем взаимодействовать с самими собой. Или с чем-то. Так, мы разбили. Предмет мы не можем подобрать, так как нам нужна палочка, да. Дальше. Кливерный лист. Я забыл подобрать. Возьму себе. Дальше. Мы с вами... Грязный предмет моем. Как это оказалось, под камнем. У меня этого не понимает. У нас ещё есть фляга. Но есть мобиль, который не работает. Различные инструменты. Так, дальше. Да, есть разрывы. Надеюсь, на видео оно не будет отображаться. Если будут, ну, извиняйте. Так, возьму её с собой. Довольно нестабильные головоломки в игре. Вот почему бы это сделать не камнем, да. То есть здесь рыхлая... Стенка. Почему это сделать нельзя камнем? А нужно именно... Так, это зажигаем, потому что слишком темно. И мы выйдем с вами механизм. Он не работает, так как их не хватает деталя. Деталь мы с вами нашли. Это вот эти две шестерёночки. Которые мы с вами соединяем. А теперь мы их с вами друг другом привязываем. Шестерёнки отремонтированы. Всё. Теперь мы шестерёнку прицепляем. Теперь должно заработать. Хорошо. У нас есть журнал. Где написано много довольно текста. Журнал, как вы видите, у нас сломался. Я не знаю, как листать без мышки. О! Нет, мышка есть. Ну, как говорится, мышка есть. Вы видели? Типа слева засияло. Сломато всё равно сломато. Хотя игра... Как, блядь, попасть ещё? Как мне... Ну, куда я нажимать? Как же это сложно всё. О! Блин. Где-то, где-то она рядом. Где она? Певец, короче, вы поймаете суть, как она всё это делается, как она всё это ломается. Ладно, не суть, не суть, не суть важно. Идёмки. Так, всё, мы входим внутрь. И здесь, на самом деле, начинается такое более... Ценная вещь. Тут кто-то живёт. Типа в доме горит свет. Тут кто-то живёт? А, странные... Холмки из камней устойчивы на стене. Теперь я уверен, что дом скрывает какие-то тайны. И это не просто предчувствие. Что за... Как я тут очутилась? Это листа... Так, очутился. Эту листопилку я постоянно вижу во сне. Ну... Понимаю, я уже проснулся, или же всё ещё сплю. Во снах я всегда был снаружи ограды. Теперь всё иначе. Я хочу понять, что здесь спрятано. Не знаю, почему, но... Я чувствую, в этом доме я найду ответы на все мои вопросы. И, возможно, и её... Саму. Так, а не могу спать? Раскрывать... Разрывается голова. Я пишу лишь за тем, чтобы как-то отвлечься от боли. Обезболивание не помогает. После крови... Крат... А, кратковременное облечение. Всегда следует острый приступ. Лёжа в постели, я ворочаю головой. Пытаюсь найти положение, в котором боли прекратится, или... Утихнет нас совсем безнадёжно. Но всё безнадёжно. Когда я закрываю глаза, я как будто слышу шум листвы и ветра. И чувствую, как... На моих костях... Отбивают ритма. Я как будто наяву вижу эту сцену. Небо и горы. Как ни странно, мой взгляд затуманен. Но несмотря на то, что места я не узнаю, у меня нет такого чувства, что там уже был. У меня такое чувство, как будто я там уже был. Проклятая мигрень. Я люблю игры... А, я люблю горы, и меня туда никогда не тянуло. Я не люблю горы, и меня туда никогда не тянуло. В те... Немногие разы, когда я был в горах, я не оставался там дольше одного дня. Не ходил по лесам или тропам. Надо прилечь. Боль вытягивает из меня силы. Сегодняшний урок их поразил. Когда я рассказал, что для средневековых рыцарей обычным делом было насилов дебедных христианок, встреч... Так. Встреченных где-нибудь в лесу или в поле. Столь деньги, то ставились на меня в изумлении. Особенно девушки. И ты... Им казалось, что... Это мои... Вот что это за буква? Хорошо, это... АВ, да? Выдумки. Хотя сохранилось такое... Старин... Так. Немало старинных песен, описывающие эту рыцарскую забаву с почтением и даже восторгом. Правда, эти песни обычно не включают в учебники. Итог таков. Рыцари могли преклонять перед прекрасными дедами дамами и в то же время насиловать наших пастушек. Мало того, я рассказал, что в некоторых английских сообществах изнасилование даже приводило к женитьбе. Изнасилование жениха... Так. Изнасилованная... Женщина обязана была стать женой-сильником. Жизнь в те времена были трудными. И времени ух... Ухаживало почти... Не оставалось. С точки зрения современного общества, такое поведение может показывать отвратительным, но еще хуже, та легкость, с которой люди забывают об ужасах былых времен и даже добровольно игнорируют их непроверженные доказательства. Не в силу ввести отвращение, испытаемое после той лекции, некоторые студенты даже призвали меня профессором-извращенцем. Если бы не эта чертова головная боль, я бы мог даже посмеяться над таким глупым и неоригинальным прозвищем. Сегодня случилось нечто особое. Перебирая какие-то сувениры и безделушки среди вторых коробок, я... Так, коробок в подвале я нашел незнакомую мне наполненную, закрытую в груду прочих. Я часто бывал в подвале, но эту коробку увидел там впервые. Я ее даже не знаю, и почему сразу же решил посмотреть, что в ней. Достать ее отказалось непросто. Пришлось передвинуть пару ящиков разного этнического хлама, чтобы добраться до нее. Затем я храню весь этот мусор. Зачем я храню этот весь мусор? Но в итоге я вытащил коробку из кучи парохлам. Внутри я нашел фотографии. Они лежали в самодовольном конверте из оберточной бумаги, перевязанной бечевкой. На конвере была пожелтевшая от времени бумажка с надписью Valve the Ice. Фотографии явно не мои, а там никогда его не было. Да что там, я вообще не был в Valve the Ice. Не знаю, как это правильно перечесть. Не знаю почему, но от фотографий у меня стало неспокойно на душе. Я отнес их к себе, но заглядывать на них не смелился. Сегодня, проснувшись несколько раз, каждый раз я подходил к конверту с фотографиями, собираясь его открыть. И каждый раз открывал, отказывался от своего намерения. Главная боль вернулась, стала еще сильнее, и перед глазами опять деревья. В те моменты, когда боли острее всего, мне было бы даже слышать голос или тут же свист. Я больше не могу спать, почему же мне не хватает смелости осмотреть на фотографии. Сегодня моя лекция вышла ужасной. Я был в мрачном расположении духи, и студенты это заметили. Я нес какую-то чушь, и сам этого осознавал, но ничего не мог с собой поделать. Мысли путались у меня в голове, и я сам не знаю почему, и не могу перестать думать о тех фотографиях. Постоянно ежесекунду говорят, что я ненавзапно упал в колеси на одну из студенток. Начал. Мой ассистент Марко сказал, что я еще целую минуту стоял без движения, не говори ни слова. Он сказал, что я смотрел отсутствующим взглядом, что бы это значил. Потом, к счастью, я сумел взять себя в руки и, как ни в чем не бывало, продолжить лекцию. Но я ничего не помню. У меня будто помутилось сознание. Мать-богиня, сегодня лекция в... А лекция я посвятил этой теме. Тогда я показал студенту висикописи, они стали смеяться. Один из их сразу же заметил, что фигуры похожи на вагину. Я повлил его за наблюдательность и объяснил, что он совершенно прав. И что фигуры символизируют собой материнство и место, из которого ты... Все-все существа... И вышли. Еще я рассказал, что в средние века Веси эта такая... Она же... Пандорла. Пандорла почему-то. Обрамляла. А, ма... Мандорла. Обрамляла изображение бога. И они снова засмеялись. Они еще не до конца понимают, что бог в садизгнать. И скульптура сексуальность беда, точнее, недавнее. Так, затем я рассказал этим от трапеции, тресклемную трех получасе и других символах. Каждые они заинтересовались. В конце занятий я раздал копии гимна. Из идей по фрейте роль женщины в древней культуре. О том, что разные символы нередко обозначили схожие понятия. Если бы не головная боль, лекция вышла бы идеальной. А гимн и седа. Ибо я первый и последний. Я почитаю и презираю. Я лучшая и святая. Я женщина и дева. Я мать и дочь. Я... Члены тела матери моей. Чаре, наверное, имена сюда. Я не плотность и есть множество моих сыновей. Я та, чьих браков множество, я не была... Понятно. Короче, я не знаю, почему вот... Вот таким вот образом ломается, в принципе... Вот таким вот образом и ломается... Дневник. Я не знаю, может, как-то можно отсюда... Нет, нельзя, ладно. Мы зашли в дом. Да, мы зашли в дом с вами. Старый клочок. В нем... Так, он в жалком состоянии, боюсь. Он рассыпется прямо у меня в руках. Лампа. Мусоробломок. Похоже, это лезвие от ножа. Но он просто застрял в столе. Так, журнал обновился. Вот и как мне читать журнал? Скажите мне. Если кнопки тоже тут не работают. Как-то, как-то, короче, я стрелочку нашел. Давайте сделаем таким образом. Новая запасть. Я слышу, как за этой дверью плачет женщина. Надо придумать, как попасть туда. Здесь есть рисунок с пятью глазами. Возможно, они что-то значат. Теперь мы листаем до конца. Во! Господи, фотографии. Не могу на них смотреть. Я просто отклонился. Я не могу даже войти в класс. Когда я очнулся, то понял, что... Подожди. Это было. Текст был. А я просто очнулся. Не мог даже войти в класс. А когда я очнулся, то понял, что лежу на полу, сжимая руку головой, а ученики толпятся вокруг меня и спрашивают, как я себя чувствую. Сначала голоса стали просто шумом. Потом растворились. Я пришел к себе в больницу. Доктор говорит, что это... не сердечный приступ. Ни удар, ни нервный срыв. Как будто я просто отключился, но это не так. Я провел в больнице три дня, но все их анализы ничего не дали. В конце концов, доктор просто посоветовал мне передохнуть и велел... Так. Есть больше, чем я ел. Обычно так. Ректор с ним согласился и отпустил меня на пять недель. Хотя мой врач просил всего лишь две. Очень вовремя. Учебный ход заканчивается. Мои помощники стали разберутся с экзаменами. Деревья. Старая ведьма, которая говорила с волками. Я... А там лес, ветер, две скалы, приток реки и дом, который, кажется, застрял в бездвижном мире, таком же древнем, как сама земля и солнце обращаются вокруг всего, и облака гуляют вдоль долин. Я и молчал временем соскользовать в безграничность, где я оставил себя. Все исчезает, когда приходит утро. Мне охватывалось... Смутное предчувствие. Мне кажется, мое тело стало тяжелее, становиться тяжелее. Камни. Три дня абсолютно много покоя. Не дали мне ничего. А фотографии так и валялись в конвейере на столе. Сегодня ко мне заглянул Марко. Рассказал, как идут дела в университете. Сидя за маленькими столиками, я делал вид, что смотрю на него и внимательно слушаю все, что он говорит. Я спросил, хочет ли он кофе. Он гибнул и добавил, что сам все сделает. Тебе надо дыхать, сказал он, растягивая на губах притворную улыбку. Я тебе сто раз говорил, оставь этот вежливый черт. Оставь этот вежливый тонна. Ответил я. Так. Разрешаю ему заняться кофе. Через несколько минут он вернулся с кухни с двумя чашками на большом подносе. Он такой неукрюжий, споткнулся, залил горячим кофе конвейер с фотографиями. Все случилось моментально, в одну секунду. Восстановив равновесие и поняв, что случилось, он развернул конвейер, чтобы убрать залитые страницы и смахнуть кофе. Не говоря ни слова, он передал мне фотографии, а сам начал все вытирать. Как только я взял их, по всему моему телу продолжало пробежать мурашки, и тригонь не показывала меня последние недели. Превратилось в животный страх. На первой картинке было две горы, сдавленные голосом, и я прошептал. Кастер и Палкс. Удивленный тем, что я их и знаю, я начал смотреть остальные фотографии. Закончив с уборкой, Марк подошел поближе посмотреть старые фотографии вместе со мной. Почему некоторые из них разорваны, спросил он. Понятия не имею, ответил я. Раздражающие без причины. Я даже не понимаю, что было в этих краях, но никаких сомнений не оставалось. На некоторых изображениях фотографии был я, а снимки сделаны в нескольких местах. Парвяк, Шапалюк, Пивац. Когда я там был? Кто был со мной? Почему фотографии разорваны? Поглощенные этим вопросом, я вообще забыл о Марко. И совсем скоро он придумал какой-то предлог. Я должен не услышать его, чтобы уехать. Я все яростно пересматривал фотографии, как от отрывки и сна, в котором мне надо было найти ответы. Через несколько часов я поднялся, чтобы положить фотографии на стол. И только когда заметил, что одна картинка упала, так упала, и все это время лежала под моим креслом, наверное, она вылетела, когда Марко вытащил фотографии из конверта, чтобы спасти их от кофе. Я поднял ее, разглядывая несколько секунд. А потом сам рухнул на пол, как убитый. Старая лесопилка, которую я видел на фотографии, является мне во снах. Я доходил до нее, но не мог подойти вплотную. Я не мог перебраться через ограду, как будто там был какой-то невидимый барьер. Когда я вернулся ее в... Так. Когда я увидел ее, я впал в страну. Сейчас, как тогда. Она стала на пороге, а я ее... Поразительная красота освещала стены сна, в которыми я был заключен. Она сказала, печально и не говорила со мной. Так, она казалась печальной и не говорила со мной. Когда я пришел в себя, под утренними лучами солнца, все мои сомнения исчезли. Я должен отправиться в Вальд Ас. Точнее сказать, вернуться в нее. Я возьму с собой немного вещей и этот блокнот их где нах... Так. Надеюсь, я смогу записать конец этой безумной истории. Анна, как же я мог тебя забыть? Так. Ну вот, короче. Теперь мы с вами в доме. Так. Там какая-то... Женщина. Деревянная. Склад. Так. Краненый замок, который мешает узнать, что находится на складе. Блин, вот это, конечно, текст мини-мини. Тоже ничего нету. Так. Так, вторая пила. К сожалению, сломала она. Сломала, сломала, сломала. Груду. На самом деле, я же говорю, я же это уже проходил, поэтому я знаю примерно, что делать. Давайте поэтому не буду терять время. Здесь у нас находятся книженцы. Так, книги находятся у нас здесь, как в документах. Так. О печатях и их применение. А потом печати эти, ежели созданы и расположены, должны отображаться на дверях. И откроются тому, кто не видит ритуала. Так. Кто не делает или не ведает ритуалов. А способны сломить силу и растопить тем незримой взятие. Замком на кухне и является она печь. Так приходит проверку твердостью, волей и самым разумом того, что желает открыть дверь. Лишь тот, кто проверил знания недостольных богатства, закрывается за дверью. И сможет прикоснуться к ним. И только в соединении силы и разума... Короче, если что вы с вами прочтете. Так, вот здесь мини-текст. Я вообще... Это очень долго будет. Поэтому я просто так покажу, да, и всё. Так. Я мог... Я не мог поверить своим глазам. Найти древний... Так. Фалиат отлично сохранил в таком месте. Впрочем, содержание книги меня тревожит. Текст описывает, как... Снимать магические печати с помощью крови. То говорится, что надо налить немного крови в нетронутую воду. Вариться в себя раскалённым до красна ритуальным кинжалом. Магической... Магические печати. Кровавые обряды. Безумие какое-то. И всё же... Меня это... Задевает. Что теперь? Забыть обо всём этом или остаться открытием этой тайны? Дальше, короче, что нам нужно, это... Если я не ошибаюсь, зайти сюда. А, мне ключ на уши. Точно. А вот на этом моменте я, наверное, начну глупить. То, что... О! Так, ящик закрыт. Так, лужа. С заставшей водой должна быть сюда. Она текла после ливня. Тим, что ты боишься? Скажи мне. Так. Прямоугольная вытяжка. Последняя потерянская дырка, через которую красуется лучик света. Что у меня есть? Подожди. А, вспомнил, вспомнил, что мне нужно. Стопэ. Я найду ключ. Мне нужно подойти сюда. Вот это, если что, это наш рассудок. Мне нужно остудить. Когда начинает шатать дом, да, что это значит происходит? Так, кто-то закинул ключ в огонь. Зажженный тут довольно давно. Но зачем? Чтобы помешать мне его найти. Чтобы что-то спрятать от меня. Она... Это плоты? Так, теперь... Что ключ? Ключ нам нужен, чтобы открыть эту дверь и зайти внутрь. Здесь мы найдем с вами нужные нам вещи. И, если не ошибаюсь, две книги. Так, ключ... Где ты? Где вы? Так, изогнуто лезвие. Опор. Зажим. Так, пасы ножки. Ящик. Алхимия и чудеса. Так, с книги отвалился какой-то серебряный порошок. Так, приберусь его на всякий случай. Ага, ага. Если что, вы знаете, что сделать. Остановите просто паузу и прочтите. Я раздобыл в доме немного электро. Это сплав золота и серебра, если верить найденной книге. Обладает удивительным очищающим свойством. В тексте говорится, что силы электро можно распределить в воздухе. С помощью странных обрядов. Не представляю, как я до этого дошел. Но меня уже ничто не удивляет. Так, здесь у нас рукоятка. И здесь у нас сказки о далеком и близком. Здесь обитает вечное, которое я обещала людям. Дальше. Так, мы можем прочесть то, что мы нашли. Сказочки. Так, подожди, а что у меня есть? Ага, это я помню, это я помню. Рукоятка нам нужна как раз с вами до того момента с осколком, помните? Ну, давайте я, наверное, на этом вот моменте с вами остановлюсь. Ну да. А, даже давайте я сохранюсь. Подождите, здесь же сохраняться надо. А, ритуал это просто, когда я, как вы видите, куда дошел. Топ. Сохраните. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok